Добрый день, друзья! Меня зовут Юлия Мирославская. По образованию я ландшафтный дизайнер. Высшая школа ландшафтного дизайна и архитектуры Московский архитектурный институт. Я приготовила для вас небольшой трэш-лист по ландшафтному дизайну. Но не отчаивайтесь, если у вас уже есть такие ошибки в саду, вы будете знать, как их исправить. Первый пункт нашего трэш-листа это посадка туй вдоль забора. Чем руководствуются люди, когда делают подобные ингороди вдоль забора? Естественно, им не нравится их забор, и они решают, что посадить забор из туй будет более красиво. Да, возможно, туй красивее, чем забор, но тем самым мы просто линию забора подчеркиваем линии посадки туй. И эта рядовая посадка не украшает наш участок, она не создает никакую идею, не несет в себе никакой функционал, кроме того, что это ширма. Наша с вами задача сделать изгородистую объектом второго, возможно, даже третьего плана, для того, чтобы она не была главной и не была акцентом. И все-таки основная задача изгородистой это закрыть некрасивый забор. Соответственно, для того, чтобы мы ее увели на второй план, перед ней нужно разместить крупномерные деревья, кустарники, миксбордеры, тем самым, чтобы она немножко затерялась и ушла на второй план. И вовсе не обязательно высаживать туй вдоль всего забора. Вы можете использовать принцип блоков. Вот здесь вы разместили блок стриженной туй, здесь вы разместили какую-то кустарниковую группу. Где необходимо, вы размещаете блоки, чтобы закрыть забор. В тех местах, где это не нужно, не нужно сажать эти туи. И если вам нравится просто стриженная форма из туи, чисто блок, и вы считаете это красивым, я с вами согласна. Это действительно очень красивое, архитектурно выстриженное растение. Но его тоже нужно использовать правильно. Например, вы можете использовать блок из туи для того, чтобы закрыть вид на соседей. Очень часто сейчас в современных поселках существует концепция без глухих заборов. Соответственно, люди видят то, что происходит у соседей. Вот этот блок вы можете первый разместить близко к забору, а уже следующие блоки выстраивать относительно его. Чуть отодвинуть, сделать его в параллели, либо поставить их перпендикулярно. Между ними разместить ещё какие-то растения не стриженной формы. Вообще сочетание стриженного и не стриженного вместе – это очень красиво и интересно. И попробуйте поиграть с этими блоками, подвигать их относительно друг друга. Как вот кубиками подвигать и посмотреть, как это будет выглядеть. И между ними размещать другие растения в том числе. Смотрите работы других мастеров, смотрите работы известных ландшафтных дизайнеров. Это очень популярный приём, который вы можете использовать в своём саду. Второй пункт нашего трэш-листа – это посадка кустарников прямо в газон. Иногда я вообще не понимаю, как появляется эта хаотичная посадка на участке. Такое впечатление, что хозяйка дома шла, шла и решила, что вот здесь я посажу этот кустик, а вот здесь я посажу этот кустик. Именно так они расползаются по участку, образовывая дырки в газонах. И во время дальнейшего ухода вы просто обкашиваете эти бесконечные кустарники, тем самым вы увеличиваете время, которое вы тратите на уход за своим садом. Помимо этого, это не очень красиво смотрится. Проектируя древесно-кустарниковые группы, очень важно их объединять между собой, создавать крупные массивы, то есть делать крупные мазки на вашем участке. Один массив может переходить в другой, вы можете их объединять между собой, но очень важно уходить от одиночных, случайных посадок кустарников в газоне. Именно это создаёт хаос и разбросанность на участке. Нет ощущения, что посадка этих кустарников была как-то продумана. Третий пункт нашего трэш-листа – это распределение грунта из-под котлована дома, который строители достали во время строительства, и распределение его на участке. Это самая большая ошибка, которую делают наши клиенты. Пожалуйста, никогда так не делайте. Очень часто люди думают, что вот мы построили дом, здесь в котловане была земля, мы её оттуда достали, она вот тут валялась, и мы решили, ну что же, это родная земля, она здесь была, поэтому мы её возьмём и распределим ровным слоем по всему участку. Это огромная ошибка. По сути, что вы сделали? Вы достали этот грунт. Этот грунт более тяжёлый, слежавшийся, скорее всего, это глина, которую вы распределили ровным слоем поверх органического слоя, который у вас уже существует на участке. То есть это остатки корней, трава, то есть вся органика. Тем самым мы получили линзу. Мы положили более тяжёлые грунты на более лёгкие. И вся вода, которая у нас поступает с осадками, и даже вода с поливом, она не будет уходить вниз. По сути, мы просто сделали линзу, которая не даёт возможности воды уходить вниз в более нижние слои грунта. Помимо этого, мы этой линзой перекрыли органический слой. Мы сделали так, что туда более не попадает кислород, а значит, эта органика начнёт там гнить и преть, и со временем появится запах. Не раз такое было, когда мы приходим на участок, где уже сделаны какие-то дренажи и были сделаны какие-то грунтовые работы, и от нас требуется только озеленение. И при этом со временем в эксплуатации этого участка появляются какие-то проблемы. И когда мы снова заходим внутрь грунта, то есть входим в эти грунты, переделываем дренаж или делаем какие-то посадки, мы часто сталкиваемся с тем, что оттуда идёт просто ужасный, такой тяжёлый запах. Это запах гниения органики. Это значит, что неправильно были проработаны слои, и тем самым эта органика там просто гниёт вот под этой линзой из глины. Поэтому всё, что вы достали из котлована дома, должно быть вывезено. Эта земля непригодная для ландшафтного строительства. Исключение составляют только холмы. То есть та самая геопластика, о которой мы говорили ранее, вот эту землю можно использовать на геопластику. Такой приём тоже иногда применяется для того, чтобы не вывозить огромные остатки грунта, а из них сделать геопластику. Но при этом, при всём, верх этого холма всё равно должен быть проницаемый, и нужно обязательно продумывать прихолмовой дренаж. В этом пункте я хотела бы подчеркнуть важность того, что некоторые работы, даже если вы решили свой сад создавать сами, некоторые работы должны делать специалисты. Это проектирование дренажей, вертикальная планировка, картограмма земельных масс и работа с грунтами. Есть вещи, которые мы знаем из многолетней практики, как они происходят и к чему они могут привести. Поэтому есть вещи, которые нужно просто доверить профессионалам, а не делать самостоятельно. От этого во многом зависит успех вашего дальнейшего ландшафта. Вы можете прекрасно разбираться в цветах, растениях, в стилистике сада и точно знать, чего вы хотите. Но всю инженерную работу всё-таки стоит доверить профессионалам. И последний пункт нашего трэш-листа это использование гальки в цветниках. Я знаю и понимаю, что очень многим нравится этот приём. Важно понимать, что галька не лучший сосед для наших растений. Во-первых, очень часто её цепят вот таким слоем. Это огромная нагрузка на корневую систему. Ну а во-вторых, её свойства таковы, что в жару она точно так же сильно нагревается и тем самым ещё сильнее прогревает почву. А в холод она очень быстро, как и бетон, остывает и только сильнее охлаждает почву под растениями. Соответственно, её функции исключительно декоративны, но для растений она не полезна. Поэтому лучше всё-таки выбрать более экологичный вариант пульчирования для вашего сада и отказаться от гальки в приствольных кругах. На этом я прощаюсь с вами. Я надеюсь, что моя лекция была для вас полезна и интересна. Я желаю вам, чтобы ваша жизнь в вашем саду была комфортной, лёгкой, интересной, а ваш сад был вам в радость. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин